Всем привет! Буду показывать бой против Винтлиха и бойца 2.0. На бойце 2.0 играл у нас Вебстер, а я играл с хамелеончиком. Карта клещи. Вот здесь вот был у нас Вебстер, вот здесь был Винтлих 25 ранга. Именно поэтому они, скорее всего, в этом бою и проиграли, потому что 20 рангу быть на передней линии фронта очень тяжко. Так, ставлю казарму одну всего, потому что здесь по центру много ящиков я не соберу, даже на золотых бустах. Лучше оставлю ящики моему напарнику, чтобы он их собрал, то что он будет играть с землей или авиацией, а я соберу все ресурсы на море, то есть ухожу в развертку. И мне хватит, в принципе, этого. Производство у флота золотое, хамелеон отобрал дофига ящиков у конфедератов, просто обобрал до нитки, ничего не оставил им. Я выхожу в море, начиная сбор ящиков, сделал три каймана, потому что собирался сразу же выходить в аллигаторы, это мы решили буквально в начале боя, что я играю аллигаторами. Потому что карта позволяет, именно вот такая вот карта, в ней именно решает флот. Флот плюс авиация, то есть необязательно играть наземкой. Если пойдете там в мамонта ферму какую-то, то у вас поседон распигачит. Это очень хорошая карта, в плане того, что можно играть и в море, и в иноземке, но здесь преимущественно лучше играть в море, плюс авиация. Мой напарник собирается выходить в кречитое, я выхожу в аллигатора. Не торопясь, в одну верфь, достраивал центр снабжения, потому что не хватало мне почему-то ресурсов. Надо сделать экономику, чтобы можно было спокойно тащить. Так, здесь у нас видим дельту, я тут заминировал, сделал ловушку для дельты, но она не поехала уничтожать мои кайманы, что-то она заподозрила и в итоге поплыла, точнее уже поехала на мою базу. Так, три каймана у меня есть, одну дельту они может уничтожат, я вообще думал, что сейчас будет какая-нибудь дельта винт лиха, потому что он обычно морем играет. Авиация он не так, ну он круто играет авиацией, но не так круто, чтобы тащить фермы. Ну, например, Русенг может спокойно уничтожать авиацию и фермы, Джент тоже может на авиацию играть и отлично, а вот винт лих, у него управление авиацией похуже будет, поэтому он больше играет через море, обычно. В данный момент зеленый у нас вебстер на аккаунте бойца, а здесь синенький у нас винт лих, и он почему-то в баре не пошел, это у меня было загадкой. Так, видим тут строится ракетная установка, бункер стоит уже, решил я не тратить здоровье аллигаторов, отпыл подальше, начинаю крушить, ломать бункера на расстоянии на золотом морском ударе. Да, бой проходил на золотых бустах, на фулл голде, ну, по крайней мере, какая у меня была голда, а у меня на море голды там по 300 бустов на данный момент, вот поэтому тоже одна хорошая причина играть в море. Здесь начинается уничтожение уже штаба на золотых бустах, хамелеон своими кречетами начинает мне помогать уничтожать штаб, там викинг поцарапал немного, а я минирую море по полной. Минка у меня, конечно, не фуловая, но это лучше, чем чисто аллигаторами против викингов с вертексами сражаться. Кстати, вот появились эти вертексы, думал я сейчас добью этот штаб, но не хватило чуть-чуть урона, поэтому пришлось переключиться с воздуха обратно на морской золотой удар. Здесь заодно уничтожаем вошку противнику зеленому, ну и по сути 6 минута боя, у противника нету штаба, строй 2 раунда у него отстроиться тоже нету, здесь уже должно было быть по идее победы, но из-за одной моей ошибки большие, то что я бы начал выходить в барракуды. Мы этот бой затянули еще на большое количество времени. Хамелеончик четырьмя коричневыми помогает мне избавиться от викингов, но его подлавливают вертексы 4 или 3 штуки. Я отступаю, потому что у меня два ели живых, ну один ели живой аллигатор и один такой фуловый, но против вертексов я понимаю, что не затащу. Так, и вот здесь он нарывается на мою банку минную, с мина сносит викинг с четырех мин, я так понимаю, да? Да, с четырех мин уничтожит викинг. То есть это неплохо, за 800 ресурсов я могу уничтожить целый викинг. Самое главное, что на установку мин надо не так много времени, они дешевые и можно спокойно меньшим количеством аллигаторов отбиться от большого количества викингов. Здесь у меня отряд разведывательный, вылетают кричит и уничтожать викинги. Я-то думал, что 20 ранг, я просто не понимал, против кого я играю на самом деле. 20 ранг, ну что он такого может сделать? Ничего он не может, потому что, ну, какие викинги? Я думал сначала, что зеленый это винтлиг 25 ранга, потому что он в море вышел, он играет викингами. Потом мне уже хамелеон дал понять, что это 20 ранг, потому что викинги фуловы. Вот, и что-то я такой думал, сейчас штаб уничтожит, сейчас барракуд сделаю, вот это все вынесу барракудами спокойно и ничего не сможет сделать мой противник. Ну, в итоге, что-то не так получилось. Уничтожили мне верфь. У меня есть одна барракуда. Барракуда есть, но толку от этого мало будет, потому что вертексы летают по карте. Здесь начинается полное уничтожение моей базы торами. Вертекса тор очень плохо все сейчас. Спасает меня хамелеон, выбивает вертекса. Без нее я тут 100% наслил, потому что, ну, у меня только море, у меня даже и повошек нету. У меня 4 центра снабжения. Осталось две электростанции. Все, штаб третьего уровня. Все очень хреново. Кречета диким играет хамелеон, атакует базу синего. Здесь повошек ни одной нету. Только две начали строиться. И всего пару кречет вертексов. Да, два вертекса. Он сбивает их с своей авиации. Дикобразы несутся на базу винтлика, торы вылетают. Вылетают они в последний свой путь, уничтожат и вот эти две электростанции. Все, уже все восстановил центр снабжения, а тут бац, мне выбивает электро. Хреново. Вот. Экстренные меры, чтобы не так быстро пробивали здание. Вот и все. Здесь подумал хамелеон, что все, победа. Он заезжает на пустую базу, у него куча дикобразов, сейчас он торы все покоцает и нечем оброняться в винтлиху. Меня очень сильно потрепали, но я начинаю атаковать своими аллигаторами. У меня такой красивый отряд получается. барракуды, всякие там кайманы, аллигаторы. Здесь вижу струй двор стоит, он уже похоже готовился ставить морские установки, но я вовремя заехал. Так, дикобразы ломают торы. Ломают торы. И здесь начинается морской бой. Морской бой начинается против трех викингов, аллигаторы, барракуды. Чего тут только нету. Делаем скридшот на превьюшку. Так, производит он дальше викинги. На морском ударе мои аллигаторы вроде как тащат его викинги, потому что мы стоим на месте, мы отстреливаем по одному прибывающей викинге и за счет этого тащим. Плюс у меня до заказ идет аллигаторы. В принципе, более-менее на равных сейчас играем. Уничтожаем викинги. Здесь крещиты постоянно ломают, крушат базу синего, ломают ракетные установки, но все же бункера отстреливают дикобразов, плюс молотки, плюс вертекс и до заказ постоянно. В итоге приходится выходить в ягуар и хамеленчику, чтобы пробивать базу. Потому что чисто дикобразами пробивать фуловую базу 25-го ранга проблематично. Уничтожаю завод молотов, который апается до зевсов в Эпструм, чтобы он не мешал дикобразами уничтожать базу винтлиха. Так, здесь вижу, опять стоит штаб. Пора бы его уничтожить, наверное. Но здесь плывет викинг. Сконцентрироваться на уничтожение штаба я не могу, поэтому приходится атаковать викинг. Заказ у нас идет с двух заводов, с двух верфей. Все, молоты пошли в нет них, отбивается он от дикобразов. Сколько? Минут 3-4, наверное, катались дикобразы по базе. Кроме авиации они ничего не уничтожили. Дикобраз убегает, верфейс его уничтожают. Начиная, барракуды ломать штаб зеленому. Барракуда немного подкачана, там сколько? 5 или 6 палок урона ракет уже даже есть. Все, до фула недалеко. Смотрим, сколько на урон. Ну, в принципе, нормально уродно, но сейчас учитываешь, если там будет 3-4 барракуды, штаб будет очень быстро падать. Противник даже не будет понимать, что ему вообще сделать надо. 4 или 3 вертекса. Ломает мне аллигаторы. Приходится отступать, потому что по одному викинге очень высослевает с вертексом 25 ранга. Приходится приходить на золотой воздух. Кречеты пока копятся. На самом деле, сейчас моим оппонентам был просто уничтожить меня штаб и была бы у меня огромная проблема. Но, благо они этого не сделали. Вылетают опять кречеты в режиме патрулирования. Видимо, хотят что-то уничтожить. Вертексы еле живые. Часть из них еле живая. Так, и здесь кречеты летели на вертекса, но нет ли их почувствовал тот момент, когда надо светить на базу, чтобы не попасть под кречеты. Здесь опять викинг, они по одному едут, сливаются. Это большая проблема была, наверное, у Вебстера, что он по два викинга отправлял против четырех аллигаторов. Как тащить тут непонятно. Видно, что на золотом морском ударе стреляет по аллигаторам. Это самый имбовый буст, наверное, на море. Морской удар. Три клетки дальности к стрельбе. Это очень дикая вещь на самом деле. Не дает мне спокойно уничтожить штаб зеленого, добить его окончательно. То вертексы уничтожают маллигаторы, то викинги приплывают. В общем, большие проблемы. Но здесь завязался авиабой. Вертексы кречеты летают. Вертексы пока летали, получили много урона от ПВОшка аллигатора. А ПВОшка аллигатора достаточно мощная. Ей только разу, что дальности стрельбы не хватает, чтобы она совсем имбовый была. В общем, дальность стрельбы у нее не такая большая. Если бы все аллигаторы давали бы залп по вертексам, то были бы проблемы большие. Винт лихо. Он бы не смог так открыто летать по морю. Ну, атака флота. Молотки зеленого собирается что-то сделать. Уничтожает меня барракуду. Он в два вертекса за залп. Она вроде чуть-чуть побита была, но все же. Здесь кречеты хамелеона начинают тоже летать. Уничтожает. Тому что пару вертексов. И я начинаю уничтожать штаб. Уничтожает ПВОшку хамелеон. Пытался, по крайней мере, я добиваю аллигатору, наверное. Что-то он не стреляет. Не хочет. Ладно. У нас все. Три аллигатора стреляют. Вроде как сейчас должен штаб добить. Сейчас туда ПВОшку добьет. А этот что-то смотрит, но не стреляет. На такую точку эту. Все он мне хочет сказать, что он сейчас уничтожит морскую установку и спокойно уничтожит. Ну, я смогу уничтожить аллигаторную базу зеленого. Но я ему говорю, что лучше надо уничтожить стройдвор. Шок не допустить того, чтобы мой зеленый оппонент смог сбежать с центр карты. Хамелеон атакует стройдвор. Видит, что вертексы вылетели за ним и поэтому отступает. Дикобразы наперед идут. И вот сейчас он будет на развороте пытаться сбить вертекса. Дает вроде как залп. Или вроде не успел дать залп. Чуть-чуть до ворота не хватило. Но начинает опять уничтожать стройдвор. Опять не добил. Ну и фиг с ним на самом деле. Противник 4, 5 центов снабжения. Фига он тут устроил. 5 центов снабжения, электростанция, завод. Живет как-то даже. Так, я думаю, сейчас попробую атаковать. Вижу, что три викинга, морская остановка. Хоть у меня и не преимущество в количестве аллигаторов. Допускать свои ошибки я не буду, как и раньше было у меня. То, что нападаешься вроде армия в два раза больше. Бас, она испаряется. Отморскую установку и пару викингов в обороне. Поэтому и отступаю. Сейчас меня как миллиончик без слов понимает, что надо уничтожить морскую установку. Потому что морская установка очень много урона может нанести. Вот сейчас половину морской установки уничтожили. Это уже неплохо. Еще один заход. Уничтожает морскую установку. Теряем один аллигатор. И здесь начинается перестрелка. Перестрелка против кречетов, вертексов, аллигаторов и викингов, которые остались у него живые. Иду на пролом. Ломать, крушить базу. Вертекс очень быстро падает. По вошек, считайте, только 7 штук было. Здесь молотки пытаются что-то сделать. Уничтожить молотки. Мои аллигаторы. Но идея плохая. Потому что молотки, аллигаторы, это очень мощные юниты, очень бронированные. А вот какие-то молотки, которые за два залпа ваншотятся на золотом бусте. Решили что-то сделать. В принципе, так и надо было играть на шестой минуте боя. Масса аллигатора. Но решил я побаловался, вышел в барракуду. В итоге пришлось слить бустов в 2-3 раза больше, чем можно было бы. Вот опять вертексы летают. Много вертексов. Они уничтожают мои аллигаторы. При этом особо несут потерь. Поэтому вынужден перейти на буст красный воздух. Чтобы дальность стрельбы повысилась. Ну, точнее, ну, короче, чтобы на две клетки дальше стреляли мои аллигаторы. Хамеленчик уничтожает морскую установку. Все, база синего ничем не защищена. Вообще, на самом деле, странно, что он не поставил сразу здесь морских установок. Потому что видно, что зеленого пробили, что на шестой на седьмой минуте. Одна морская установка контрит три аллигатора мои. И что ему стоило 300 ресурсов поставить морскую установку, чтобы на всякий случай не допустить таких случаев, когда морские, когда аллигаторы ломают его базу. Так, ну, я сейчас думаю, да, я уничтожу штаб зеленого, чтобы вообще не восстанавливался, даже не думал об этом. Потому что все-таки он сбежал, все-таки СД-шка была не уничтожена, и штаб он себе отстроил. Вижу тут куча молотков. Ну, все, пять молотков, плюс два молотка этих, плюс вертекс. Короче, надо отступать аллигаторами. Слишком много урона будет получать мои аллигаторы в секунду. Поэтому надо убегать. Хотя бы молотки уничтожить на расстоянии, чтобы они не наносили нам урон. Хамелеончик делает ягодиких. Короче, так же производит. Без хамелеона, хамелеон играет. Странно, да? Хамелеон играет без хамелеона. И уничтожает завод, но все тут, на самом деле, все понятно. Я выхожу еще в игре, на всем добивать базу. Можно был пошеллигаторами, но не хотел опустить на морской удар лишний раз. Понятно, что база будет уничтожена. Так, и что он атакует? Вертексы в сражении кречетов и дикобразов сносят вертексы. В кречете хорошо сносить вертексы то, что они всегда плоп-плоп сражаются одинаково примерно. И, короче, короче, кто-то приехал. Они сразу уничтожают вертексы. Дикобразы, они коцают. Какие-то там вертексы еле живо улетают, но урон они все равно наносят свой. А вот кречеты сразу же уничтожают эти самолеты. Ладно, давайте закончим бой. Что-то у меня похоже. Отойти сейчас надо будет. Собака гавкает. Ну и все. Набивание базы. Яги, грены, кречеты, аллигаторы. Вот такие дела. Спасибо за просмотр. Ссылка на игру в описании. Всем удачи!